Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о такой теме, как исцеление в паре. Союз – это то, что действительно сближает людей, потому что, когда мы говорим о браке, то часто люди просто занимаются не тем, чем нужно. Они обманывают друг друга, и происходит расхождение, то есть люди отдаляются друг от друга, появляются ссоры, конфликты, все это, конечно же, из-за скрывания. Что я имею в виду под исцелением в союзе, в паре? Это когда люди открыты друг к другу и идут навстречу друг другу. В этом плане очень хорошо помогают, например, практики сближения, такие как тантра. Там человек действительно может быть собой и открыться. Это сродни медитации в паре. То есть когда один человек медитирует, он находится в своем пространстве, а здесь медитируют оба. Они позволяют быть самому себе, самим собой, и другому, конечно же, тоже быть собой. И вот происходит такая совместная медитация. Когда жизнь превращается в совместную медитацию, это как раз и есть вот это исцеление. Потому что исцеление происходит тогда, когда запускаются механизмы ума, тела, которые убирают болезнь, то есть которые приводят к целостности. Когда состояния нету такого разделенности на мое, твое, я, не я. И это и есть цельность ума, цельность сознания. Чтобы достичь этой цельности, важно убирать те заряды, которые мешают человеку. И вот как раз духовные практики, они помогают убрать заряд. Они помогают посмотреть, что у человека накопилось в этой жизни, в других жизнях, и исцелить это. То есть убирание заряда происходит за счет его рассмотрения как есть, за счет понимания, что это за заряд, откуда он взялся. И в этом плане я тоже помогаю людям, я провожу процессинг счастья и помогаю человеку взглянуть на это. То есть отправляю его в путешествие, направляю его внимание туда, где у него вот этого заряда накопилось много-много-много. И человек постепенно этот заряд проходит. То есть он возвращается в этот случай, проходит его один, два, три раза, сколько необходимо, чтобы этот весь заряд ушел. И тогда происходит как раз исцеление, то есть состояние гармонии, радостности, целостности. И самое главное, когда в паре люди могут идти навстречу друг другу, то есть открываться. Когда появляются секреты, обман, это уже как раз не цельность, это уже не то, не исцеление. Исцеление именно происходит, когда мы можем быть полностью открытыми. И вот я занимаюсь уже процессингом счастья уже около 20 лет, и в паре провожу исцеление. То есть помогаю людям достичь гармонии в сексе, гармонии в отношениях. Потому что много людей, конечно же, недовольны своими отношениями, много просто не могут найти отношения. Они ищут, но у них не получается соединиться, не получается вот открытости достичь. И вот когда я нашел свою партнершу, с которой мог быть полностью открыт, мог полностью доверять ей, и она мне, вот это было как раз исцеление. Это процесс гармонизации и тот процесс, который действительно дает возможность исцеляться. Вот я это исцеление чувствую, и когда ко мне приходит человек, допустим, у которого этого нет, у которого есть какая-то дисгармония в отношениях, то я помогаю ему эту дисгармонию убрать. То есть мы прорабатываем то, что мешает людям чувствовать себя открытыми, ясными, чистыми. То есть помогаю человеку действительно найти те вещи, которые у него вызывают вот это вот состояние разделенности. Разделенность, она возникает тогда, когда принимается решение, что это плохо, я не хочу этим быть, ну и другие решения. То есть множество вот таких негативных суждений, решений, постулатов. И мы докапываемся до них и убираем те моменты, когда они были приняты. Соответственно, постулат, вот это суждение перестает действовать на человека. И тогда человек действительно готов принимать то доброе, то хорошее, и самое главное создавать его, то есть создавать и принимать. Потому что когда есть негативные постулаты, они мешают этому, они вносят разделенность. А когда их нет, у человека появляется состояние гармонии, радости и счастья, и он с удовольствием делает то, что ему нравится, то есть занимается любимым делом. И в паре это тоже очень актуально, когда есть понимание, когда есть афинити реальности общения, то есть состояние близости, состояние общей реальности, состояние, конечно же, когда люди общаются, тогда они достигают понимания. Поэтому очень важно общаться открыто и о тех вещах, в отношении которых у вас есть согласие. И тогда вы достигнете действительно исцеления в паре. У кого остались вопросы, пишите мне в комментариях или прямо в личные сообщения все мои контакты, мои группы, чаты под этим видео. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими близкими, друзьями, ставьте «нравится» и колокольчик для напоминаний, чтобы вы помнили о тех видео, которые выходят на моем канале каждый день. Вам добра, осознанности, счастья и до скорой встречи.